После того, как вы все сделали, все отладили, настроили статически-динамическую область, а не работали, либо вообще не работает, либо перезаписывается очень часто кэш, либо вообще работает совсем по-старому. Разберем основные ошибки. Ошибки, когда у нас сайт работает по-старому, а не с кэша, не включена настройка ванминки, либо страница попадает под условие исключения, либо не входит в условие включения, либо страница не прошла проверку по параметрам. В технологии работает только GET-запрос, если не стоит галка их исключения. С другим запросом технология не работает, поэтому если вы отправили форму по запросам, композит выключается. Адрес страницы начинается с битрикс, то есть все страницы и файлы, которые показываются в папке битрикс, в частности административная панель не работает в композитном режиме. Но не только административная панель, а все свои файлы, скрипты, которые вы туда поместили, также вы не сможете заставить работу в композитном режиме. Имейте это в виду. Есть служебная кука NCC, No Composite Cache, которая позволяет определить, входит ли пользователь в группу, до которой разрешено отображать страницы по технологии или не входит. Если в запросе есть сохраненная авторизация, то будет выдана страница по обычной технологии. Если авторизация сохранена, а пользователь принадлежит группе, которая должна видеть страницу из композитного кэша, то он увидит при повторном хите. В Request URL есть .php, .html, . . в середине адреса, это требование безопасности. Есть AJAX-запрос, сделанный с помощью bx.ajax. Начиная с версии 14.5.2 главного модуля битрикса, для Internet Explorer 9 и более младших версий композитный режим не работает. Дело в том, что в этих браузерах композитный режим может работать некорректно, и это связано с особенностями работы этих устареющих браузеров. Если у пользователя по вхождению в группу есть право на показ сайта в композитном режиме, но в то же время есть право видеть административную панель, композитный режим работать не будет. Как правило, это говорит об ошибке настройки, так как пользователи, имеющие доступ к административной панели, не являются обычными пользователями, имеют некоторые права, видят информацию, которая не должна быть доступна обычным пользователям. Если вы обнаружили, что страница перезаписывается, несмотря на то, что контент реально не изменился, то нужно проверить, какие конкретные изменения вызывает необходимость перезаписи. В папке кэша файлы перед перезаписью копируются определенным расширением. В обычном режиме, если поменялось содержание страниц, то файлы в этой папке просто перезаписываются. С технологией композитный сайт становится доступным к просмотру того, что же изменилось на странице, что вызвало необходимость перезаписи кэша страницы. Сами файлы композитного кэша лежат в определенной папке со спецсимулами в имени. То есть на странице, которую вы видите у себя на экране, будет соответствовать соответствующий файл, который вы видите у себя на экране. Что приводит к перезаписи кэша, если разработчик использует случайные идентификаторы ID.sess, ID.djava скриптовых объектов и другие. Чтобы избежать этого, используйте метод RankString. Если на сайте предусмотрен разный контент с учетом конкретного браузера пользователя, то мы получим разные HTML для разных браузеров пользователей и, соответственно, постоянные сбросы кэша. Также, если у нас на странице выводится какая-то информация пользователя, будь то логин или ID пользователя в HTML-коде переданной JavaScript, кэш каждый раз будет сбрасываться, такие области необходимо делать динамическими. Если на странице подставляется request.url, form.action, back.url и т.п. То есть для двух путей, которые вы видите на экране, это один файл кэша, но пути разные. Следующий HTML будет разный, и кэш будет сбрасываться. Используйте константу post.form.action.url. Начиная с версии 14.5.2 главного модуля, эта константа учитывает все особенности работы композитного режима. Если выделили не весь динамический контент в динамические зоны, по сути это признак неверно расстановленных динамических областей на странице. Если у вас в зависимости от каких ли условий подключаются разные стили и файлы JavaScript-ов, то это также придет к перезаписи кэша. Это может быть случай, когда у вас разные подключения файлов в зависимости от авторизованного пользователя или нет. Тут хочу заметить, что речь идет только о разных подключениях. Содержимое этих файлов и даже их наличие никак не влияет на кэш. Контент заглушки динамической областей также включен в статический кэш и учитывается при вычислении хэша страницы. Если у вас там информация меняется по какой-то причине, то это будет также приводить к сбросу кэша. Это работает с версией главного модуля 14.5.2. Ну и на последнее хочу отметить, что BitResessedPost, начиная с версии главного модуля 14.5.2, также поддерживает композитный режим. Функция BitResessedPost гирует к хэшем от ID с сессии, чтобы подписывать все формы в шаблоны компонентов. Ранее эта функция приводилась к сбросу хэша, а теперь же функция вернет пустой value, а реальное значение установится через JavaScript. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова